Два бортовых. Продолжим, извините, товарищ, проигравший выбывает, сейчас моя очередь. Пожалуйста. Мое почтение, гражданин начальник. Здравствуй, здравствуй. Что это вы катать начали? Так если гора не идет к Магомету. И как я вам понадобился. Понадобился. Партнера. Партнера хорошего ищу. А вы бы мне свистнули, я бы сам к вам пришел. Тебе, пожалуй, свистришься. Слушай, Копченый, а ты правила бильярдные нарушаешь. Ну, игра на деньги. Так это только пацаны на шалобаны играют, а настоящие игроки на интерес по полкоской скатаем. Да ты что, Копченый, с Жегловым по полсотни играть? А по сколько? По тысяче. По куску. По куску. Идя. Ага. Только ты, прежде чем на тысячу ставить, покажи, есть она у тебя и тысяча. А то вдруг ты со мной в долг играть собираешься. Что ж я порядка не знаю. Ну, тогда поехали. В американку или в пирамиду? Американку. Гриша, пойди к директору, там есть телефон. Позвони к нам в контору, скажи, чтобы по сюксу доехал. Ты встретишь его. Ну, давай. Разбивай. 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 Оборачивай к себе двенадцатый. Я не могу. Вы бы сняли перчачок. Гражданин начальничок. А то вам не с руки играть-то будет. Вычай ученого. Гражданин Копченый. Или за пушку свою опасаетесь? Из-за меня не опасаюсь. С почином вас, Глеб Георгиевич! Мне надо было бы фору у вас попросить. Я по пятницам не подаю. Ноги! Ноги из бельяжды! Надо валенки носить, или видно будет, что у тебя копыта над полом. Ты где браслетик дел? Какой браслетик? Обыкновенный браслетик. Серебряный, со змейкой, червленой. Одним измрудным глазком. Ну, что хиксуешь? Не понимаю, о чем вы говорите, начальник. Не понимаешь? Тогда мы с тобой сейчас поедем к нам, и я с тобой вот так поговорю. Вот такой! У меня с тобой разговор выйдет. Поговорю я с тобой вот так. Думчиво да серьезно, чтобы дошел до тебя мой вопрос. До ума, до сердца, до печенок. И остального твоего гнилого либера. Честное и благородное слово, не понимаю. Не понимаешь? Все равно, Копченый, твое дело хано. Почему? Моя партия. Ну, ты же чердачник, Копченый, а не мокрушник. Ну, кайся скорее, где взял браслет? Не понимаю, о чем вы говорите. О браслетике. С червленой змейкой, одним измрудным глазком. Какой ты Маньке подарил, ну? Ничего я ей не дарил. Ай-яй-яй, ну как не стыдно. А ну-ка, покажи-ка свои ручонки. Больно они у тебя интересные. А чего такого интересного в моих ручонках нашли? Смотри, Копченый, ты же не профессор. И не писатель. А ручки у тебя белые, нежные, гладкие. Почему, спрашивается? Молчишь, ну так я отвечу. Потому что, отродясь, ничего путного этими руками ты не делал. Прожил ты свои 30 лет и все время что-то жрал вон. Крепко пил, сладко спал. А в это время целый народ на тебя горбил. Обувал тебя, одевал. Воевал за тебя. Пока ты со своей грыжей липовой в тылу уживался. Воспитываете? Так это зря, поздно. Ну почему же поздно? На этот раз я постараюсь добыть тебе кайло в руки. Или пилу. Пора тебе, Копченый, на лесоповал ехать. Или канал какой-нибудь строить. На мой взгляд, зажился ты в городе, Копченый. У вас, кстати, гражданин Жеглов, руки тоже не шахтерские. Это ты верно сказал, Копченый. Верно. Потому что я здоровый и умный мужик. Молодой. Трачу свою жизнь на то, чтобы освободить землю от разных смрадных гадов. И хотя руки у меня не в мозолях, но если я за год десяток твоих дружков переловлю, то уже больше своей зарплаты сэкономил, а я, по счастью, много больше вашего брата ловлю. Вот такой тебе будет мой ответ. И знай, Копченый, на этот раз рассердил ты меня всерьез. А что, и пошутить нельзя? Ну, что не скажешь в шутеньном разговоре? Вы пошутили, я тоже посмеялся. А вы к сердцу принимайте. Я с тобой не шутил. Говори лучше, откуда браслет? В карты взял. У Верки Мадиски в буру перекинулись. Котика Кирпич его в две тысячи поставил. Денег не было. Так, понял. Партия. А где он сейчас? Ну? Глеб Георгиевич. Эх свободы не видать. Слушай, бесяй, а где работает Кирпич? Он в трамвае щит. В Сокольниках. Так это Кирпич. Сопрыкин. Так что ли фамилия дружка твоего? Не знаю. Не дружок он, так, знакомец просто. Знаю, что зовут его все Кирпичи. Странные мой народ плотные. Как собаки-жучки. Ни имени, ни роду. Одни кликухи поганые. Ну, что можешь сказать про Кирпича? Какая Сопрыкина? Красота. Я же ведь не сегодня завтра кирпича прихвачу, а обязательно скажу ему, как тебя на испуг взял. Эх вы, гражданин Жеглов, злой вы человек. Я вам все по совести, можно сказать, как своему. А вы вот как мне ответили. Эх ты не ври, не ври. С каких-то пор Жеглов уголовником своим стал. Давил я вас всю жизнь по мере силы. Давить буду до полного искоренения. А рассказал ты мне потому, что знаешь, за браслетом дело мокрое висит. И я с тебя подозрений пока не снимаю, а буду с тобой дальше работать. А если ты мне помочь не хочешь, то посиди пока в КПЗ и прожись, подумай. Ничего, жизнь она покажет. Проиграл, получите. А в остальном сочтемся со временем. Да ты, видать, и впрямь без ума копченый. Чтобы Жеглов твои поганые деньги взял. Ну, о чем с тобой тогда разговаривать? Отведите его в КПЗ, я приеду, разберемся. Да за что в КПЗ-то? За что? У него полный карманный денег о форме изъятия за нарушение правил игры на бильярде. Вот так, Валентин. Пошли, Шарабов. Извини. Че уставились? Земки проглядите. Берите, на. Ешьте. Вот они, кровно заработанные. Давай. Вот они, бери. Вот они, бери. Давай. Прямо.